Естественно научная грамотность Будем изучать движение планет Солнечной системы на примере планеты Венера 8 июня 2004 года во многих местах Земли можно было наблюдать, как планета Венера проходит перед Солнцем Это явление называется прохождением Венеры И случается, когда планета проходит между Солнцем и Землей Предыдущее прохождение Венеры произошло в 1882 году А следующее прогнозировалось на 2012 год На экране вы видите изображение прохождения Венеры по диску Солнца в 2004 году Телескоп был направлен на Солнце, а изображение было спроецировано на белый экран Теперь обратите внимание на вопрос Почему прохождение Венеры наблюдалось посредством проецирования изображения на белый экран А не с помощью наблюдения прямо через телескоп А. Солнечный свет был слишком ярким и Венеру в нем не было видно Б. Солнце достаточно большое, чтобы видеть его без увеличительных приборов С. Если смотреть на Солнце через телескоп, можно повредить глаза Д. Проецирование изображения на экран требовалось для его уменьшения Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним знания о свойствах линз из курса физики Солнечный свет фокусируется и собирается в линзе телескопа Это может повредить глаза и даже обжечь их Итак, мы выбираем вариант ответа С Впереди нас ожидают еще интересные вопросы Если смотреть Земли, прохождение какой из этих планет по диску Солнца можно наблюдать в определенные периоды времени? Конечно, это планета Меркурий, потому что орбита Меркурия находится между Землей и Солнцем Давайте вместе с вами ответим на последний вопрос Несколько слов предложения подчеркнуто Давайте прочитаем предложение По прогнозам астрономов, в текущем столетии с планеты Нептун можно будет наблюдать прохождение Сатурна по диску Солнца Какие три из подчеркнутых слов были бы наиболее полезны при поисках в интернете или библиотеках если вам нужно узнать, когда именно может произойти это прохождение? Зная орбиты планет вокруг Солнца, выбираем слова Сатурн, прохождение, Нептун Потому что орбита Сатурна расположена между Солнцем и Нептуном Даже если вы являетесь лишь маленькой точкой во Вселенной то мысленно можете охватить весь мир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok